Свои новогодние каникулы 7-летний Артём Бобров провёл с мамой. Утром первоклассник катался с горки на ледянке, а вечером посещал местный кинотеатр. Все необходимые меры безопасности в период пандемии коронавирусной инфекции в семье Бобровых строго соблюдались. Это наша безопасность, это наше здоровье. Как мы все знаем, что коронавирус – это очень опасная болезнь, которая очень долго лечится, оставляет большой, скажем так, осадок на всем нашем здоровье. Маски – это первая безопасность. Сейчас, как все знают, вторая волна коронавируса, и это безопасность. Обязательно надо носить маски, потому что без масок мы можем заразиться. В новогодние дни соблюдение мер безопасности на объектах торговли было под повышенным контролем. Регулярный рейд провели сотрудники администрации города и потребительского рынка. Проверяющие осмотрели зону фудкорта одного из торговых центров и кинотеатр. Под особым вниманием люди старше 65 лет. Они входят в группу риска и, согласно постановлению губернатора Самарской области Дмитрия Азарова, должны оставаться дома. Они, конечно, в обязательном порядке информируются, люди старше, что они могут за волонтерской помощью обратиться. Она широко представлена в нашем городе. К родным, близким. Только в Кировском районе с марта 2020 года в отношении предпринимателей нарушителей было составлено более 250 административных материалов. Тем не менее, стоит отметить положительную динамику. Предприниматели стали дисциплинированнее, как и жители Самары. Если раньше горожане пренебрегали средствами индивидуальной защиты, то теперь найти нарушителей в зоне торговых центров города сложно. Жители столицы региона стали сознательнее. Бывает, но мы как бы уговариваем, и человек идет на контакт. Понимает. Прежде всего, безопасность. И люди понимают, и мы понимаем. У нас сотрудники понимают все это. Придерживаемся всего этого. В основной зоне фудкорта все столики распределены на дистанции. Забирать заказы покупатели могут со специального стола раздачи, не контактируя с продавцами. Дезинфекция поверхности на территории торгового центра по-прежнему идет в ежедневном режиме. В кинотеатре рассадку производят через одного. Ольга Павлова, Николай Епифанов. События. Субтитры создавал DimaTorzok